Приветствую вас, дорогая Церковь Христова! Слава Иисусу Христу! Во веке слава! Я сегодня свою проповедь озаглавил словами Иисуса Христа. Христос сказал, «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Эти слова Иисус Христос открыл апостолу Петру, ученику Петру и ученикам. В ответ, когда Иисус спросил, «За кого Меня почитает народ?» Ему ответили, он говорит, «А вы за кого Меня почитаете?» И тогда Петр сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И в ответ Христос сказал ему тайну, сокрытую от веков и родов, как в тумане, сказанную пророком, но не понимали. Он сказал о Церкви. «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют». Иисус Христос является основателем. Позже Петр в своем послании, в 1-м, 2-я глава, 4-й, 5-й стих, послание Петра, 2-я глава, 4-й, 5-й стих. Апостол Петр говорит, «Приступая к Нему, Господу Иисусу, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом». Церковь, о которой сказал Иисус Христос, это не здание. Церковь – это живой организм, и основанием является Господь Иисус. Первыми живыми камнями являются апостолы. И потом чудное строение Он воздвигает. Апостол Павел в послании к Оринфянам, он сказал, «И вы, тело Христова, опорознь – члены, и Он, Бог, поставил в церкви своей апостолами, пророками, учителями, как Ему угодно. Он, Бог, Дух Святой, созидает, поставляет, как Ему угодно. Это Его строение. Основная цель Церкви Иисуса Христа здесь на земле – это предназначение, проповедь, распространение Царствия Божия и прославление Бога здесь на земле». Когда мы открываем книгу «Деяния апостолов», и там мы видим вторая глава, где апостол Петр в день Пятидесятницы, исполнившись Духом Святым, уже апостол, имеющий силу прославлять Бога и нести свет Евангелия, Он, возвещая, говорил народу. И 41 стих «И они, охотно принявши Слово Его, крестились и присоединилась в тот день душ около трех тысяч, и они постоянно пребывали в учении апостолов и общении, преломлении хлеба и в молитвах». И 47 стих «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал к церкви». Вот она церковь. В первой апостоле к церкви еще здания не было, но церковь уже была. Основание было это Господь Иисус Христос. Первые камни – это апостолы, и потом тысячи спасенных душ. Это прекрасное здание. Господь Иисус Христос является основателем. Он управляет церковью и делает это мудро, потому что Он – Бог предвечный. И это святое здание из святых детей Божиих, возрожденных от Духа Святого. Прекрасное строение Его. Но есть одна сила, которая направлена на разрушение. Там Христос сказал, «И врата ада не одолеют ее». Врата ада – сила, вражья, она направлена на то, чтобы разрушить это строение, разрушить церковь Христову, разрушить, уничтожить, обольстить и убить. Детей Божиих искупленной кровью Иисуса Христа. Есть враг, есть источник зла – это дьявол, который противостал против Бога там и был низвержен, который является князем мира этого, который враждует и зажигает сердца враждовать, который противостал против младенца, который по плану спасения Бога Отца воплотился, пришел на эту землю. Он противостал, чтобы убить его. Вы помните избиение младенцев? Вы помните, когда Христос вышел на публичное служение и в водах Иордана был засвидел, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И дьявол направил все силы, когда Иисус был в пустыне, в посте находясь сорок дней, и потом приступил дьявол и искушал его. Это был сын Божий, но он был сын человеческий воплоти. И дьявол приложил все свои ухищрения, чтобы Христа не допустить до Голгофы. Это тот, который боролся с ним в Гефсимании, когда Христос, обращаясь к Богу, попросил, если возможно, да минует меня чаша сия, но, впрочем, отче, как ты хочешь, не моя воля, но твоя. Когда все силы ада были направлены на то, чтобы уничтожить Иисуса Христа, а не дать Ему дойти до креста. И когда смерть победила, когда сын на кресте Сын Божий на кресте Голгофском умер. Но она не победила. Он восстал из мертвых, потому что в нем не было греха. На нем были грехи наши, мои и твои, но в нем не было греха. И справедливый, святой, праведный Бог воскресил его из мертвых. И он, Иисус Христос, Сын Божий, Сын Человеческий, является источником жизни, жизни новой. С того времени дьявол был сломлен. Для меня, знаете, стих дорогой есть. Это послание Колосинам, 2 глава, 15 стих. Послание Колосинам, 2 глава, 15 стих. Здесь говорится о нашем Господе Иисусе Христе. «Отняв силу начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Это была не победа ада и смерти. Это была победа Господа Иисуса Христа. Он восстал из мертвых, восторжествовал, позорно отнял силы у властей смерти и ада. И в руках его Господа, единого достойного славы, у него ключи ада и смерти. Слава Господу нашему! Он победитель! Но с того времени дьявол сломлен, но еще он является князем мира. И он не перестал противостоять Церкви Христовой. Когда нам описывается в Деянии Апостолов первая молодая церковь, где только начали формирование духовное, там описывается о одном ученике молодом, его имя Стефан. И когда он проповедовал, его проповедь записана в 7 главе. Это прекрасная проповедь. И вот реакция тех, которые слушали, тех, которые взяли власть в свои руки, духовную власть. они были обличаемы Духом Святым. И 55 стих 7 главы Деяния Апостолов. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрел на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего десную Бога, и сказал, вот я вижу небеса отверстия Сына человеческого, стоящего десную Бога. Но они закричали громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И Стефан был побит камнями. Смерть победила. Стефана убили. Слова его прекратились. Но нет, исполнили слова, сказанные Иисусом Христом, если и умрете, оживете. Стефан при жизни получил свидетельство и благодать от Бога, увидев небо и там тот, которому сказано еще с пророчеств, сиди, одесную меня, доколе не положу врагов твоих в одно же ног твоих. Это Господь Иисус Христос, Который по праву, воскресший, восставший, вознесенный, одесную Бога, и он управляет миром, он управляет церковью, церковь для него дорога, и он встретил с почестью друга своего, Стефана, и он вечно пребывает, он вошел во славу его, и он будет вечно пребывать. Смерть не победила, ад не победил. Это была ступень мученической смерти для перехода вечной жизни. Церковь Иисуса Христа, она жива. С того времени прошло две тысячи лет. Я благодарен тому времени, когда мы изучали историю церкви, и наблюдая, были различные периоды, когда врата ада противостояли церкви и уничтожали, уничтожали души, но небо приобретало верность своих сыновей и дочерей для вечности. Были другие периоды, периоды спокойствия. Но всегда во время гонений, во время спокойной на церковь были направлены силы, чтобы уничтожить ее. Физически, я помню в моей юности я еще не был в церкви, я был только приближенный. Может быть, молодежи трудно понять приближенный, это значит, когда отозвался на призыв Иисуса Христа, покаялся, но еще не вошел в церковь через принятие святого водного крещения. Это в нашем церковном русском понятии приближенный. И тогда было время, когда я жил в Киргизии и в городе Фрунзе была церковь, одна была, и власти все силы прилагали для того, чтобы остановить, разрушить эту церковь. И потом они разрушили дом молитвы. Это был будний день, милиция оцепила, и тракторами разрушили здание, его не стало. Это для церкви была трагедия. Казалось бы, победили. Больше нету места, где будут баптисты собираться. Но это не так. Нашелся один боголюбящий, не боящийся ни властей, ни тауншипа, ни милиции. У него был небольшой домик аккуратный, но большой участок. И на этом участке было поставлено с брезента. Палатка вроде не звучит, но это было такое вот здание, где собиралась церковь. Где церковь, общество, дети Божии собирались в этом месте и славили Бога. Это было прекрасное время, когда лишились дома молитвы, а это сплотило, все были дружны, все, а потом, когда нашелся участок, и разрешили, как мурашики, и стар, и мал, все строили дом молитвы. Это было прекрасное время, благословенное Богом. И вот в этом временном здании временной палатки там души каялись, потом сделали такой в земле как бы бассейн, и там крещение принимали, и там сочитывали жениха и невесты, моя старшая сестра с мужем, они там были сочитаны. И они вспоминают, лучшее время, это было наш церковь, это было наше место, где мы собирались, это была церковь наша, и это время. Я думаю, вы из истории помните, всегда, когда приходит сила извне, чтобы разрушить, церковь сплочается, церковь дружной становится, все второстепенные вопросы уходят, и первое, нам выжить, нам ко Христу вопием. Сегодня тоже, наверное, есть места, где церкви и Христовы переживают подобное состояние. вторая сила, которая направлена на церковь, это тактика дьявола, это разрушение изнутри, это национальный вопрос. Может быть, сила разрушения? Может. Это семейный вопрос, это наше семейство, а это ваше. может такое быть? Может. Это вопрос субкультуры нашей. Мы ведь выехали из разных стран и собрались в одну, и вот у нас было так, а у вас так. А вы заметили, что у наших детей этот вопрос не стоит, потому что они родились и выросли здесь, в этой семье. И он не будет стоять, и он будет странным для наших внуков. Это вопрос лжеучений, это вопрос воспитания. Мы-то у нас основание одно, но мы как-то воспитались в разных семьях. Это все вопросы второстепенные, но они могут принести зло и разрушение Церкви Христовой. Это называется болезнь. Это тактика дьявола. История показывает, что вот эта сила, которая направлена, она более эффективная. Знаете, очень важно знать тактику врага и тогда уже полпобеды. Это тактика дьявола. Она не скрыта. У него нету новой методики. Как важно нам, детям Божьим, помнить. Он глава, а мы порознь, члены. И апостол Павел обращается, говорит, если болеет один член Церкви, то все тело болит. А если славится один, то с ним радуются все члены. вот это понятие Церковь, вот это понятие общества детей Божьих. Когда у нас пальчик болит, мы все силы сюда, ни у кого даже нету мысли отрезать бы его выбросить, чтоб не болел. Мы его и сохраняем, и оберегаем, и окружаем. Такие должны быть соотношения, взаимоотношения в Церкви Христовой. который является главою. Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Дорогие братья и сестры, врата ада всегда направлялись силы, чтобы одолеть Церковь, и всегда будут направлены на то, чтобы разрушить до Дня Великого. Но во все времена Церковь Христову не одолел Сатана и никогда не одолеет. Слава Иисусу Христу! Он бодрствует на Слово Его, Церковь Его, и она сохранится до встречи с Ним. Прошло время воинствующего атеизма, время репрессий, не везде, но для нас. Но вот время благодатное, в котором мы живем, дал бы нам мудрости сохранить то, что Господь поручил нам. Он бодрствует над Своим Словом, и врата ада Церковь Его не одолеют. Но на нас ответственность, дорогие братья и сестры, потому что нам Господь дал силу противостоять и побеждать, и дал ответственность. мы с детьми на детском собрании говорили о молитве Иисуса Христа, который обращался к Отцу перед своим уходом от этой земли. Это первосвященческая молитва. И молился Отче, я не прошу, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. И мы говорили, что зло, там написано по-английски evil, это имя дьявола. И мы выучили новый стих для себя, для детей. Господи, сохрани нас от зла. Это молитва на каждый день. Дорогие братья и сестры, у меня сегодня желание похвалиться церковью Иисуса Христа, потому что это место, куда можно убежать и куда дьявол не достает. Это ковчег спасения. Это дорогое место для церкви. Это не значит, что дьявол не тронет ни здания, ни тебя и меня в отдельности или всех вместе. Он не победит никогда, потому что церковь его, Христа. И кто трогает его, то трогает Иисуса, потому что он глава, и ему больно, и он всегда заступится. мы сегодня говорили, что церковь это как здание, которое слагается. И вот вы, наверное, были многие свидетелями строительства, может быть, вы свой дом строили, или для вас строили. Представляете, приходите, прекрасное здание, дом построенный, законченный, и там лежит кирпичик, тубайфорс лежит, садин лежит, шингл лежит, лишние остались. И мы подходим и любуемся, какой кирпичик красивый, все там квадратные, это такой пятигранный, такой славный. Нет, мы так не делаем. Мы говорим, вот это, как называется, который остался, уберите. Чтобы он даже, ну, на глазах не был. А мы любуемся зданием. Дорогие братья и сестры, мы разные. И разный возраст у нас, и разное положение пред Богом. Есть дети, которые еще не отличают правой руки от левой, и не различают добра и зла, им родители подсказывают. Но когда приходим в совершенный возраст, важно дать себе самооценку. и войти в эту церковь Христов, в этот ковчег спасения, приблизиться к ней, быть приближенной к церкви, это покаяние. Дорогой друг, если ты находишься в доме молитвы, или ты находишься далеко от нас, но видишь нас по экрану, ты в церкви Христовой? Ты уже осознаешь добро и зло, ты ответственный пред Богом, ты сокрыт в церкви Христовой, ты спасен? Ответь, не громко, потихоньку ответь, скажи, да, я спасен. Если ты спасен, ты вошел в церковь Христову, ты исповедовал верую, что Иисус Христос есть Сын Божий, мой личный Спаситель. Это важно сделать. У нас в этом месяце начинаются занятия, когда все обращенные к Богу, которые приняли Его как личного Спасителя, теперь желают посвятить себя и принять водное крещение, с ними будут занятия проводиться. Этот вопрос важно себе задать и дать ответ и сделать следующий шаг войти в церковь Христову. Дорогой брат и сестра, ты искупленный Иисусом Христом, ты давший обещание служить Богу доброй совестью и сказавший веру, что Иисус Христос есть Сын Божий и мой личный Спаситель. Ты в церкви Христовой, я имею в виду семью, может быть какая-то причина есть, которая тебя отделили или ты сам отделился подобно тому кирпичику и в это здание не вошел. Почему? И нету силы, чтоб могла нас разлучить с Отцом Христа. Прелож усилия все. Дорогой друг, если ты находишься далеко вне церкви, в вашем городе нету церкви, имей, ты можешь позвонить нашим братьям, которые там на экране ты можешь увидеть, иметь беседу, найти церковь, где есть и войти в церковь. Пусть ты будешь жить на расстоянии, но ты должен принадлежать церкви Христовой, потому что для нее все обетования, над ней глаз Господа Иисуса Христа оградой защита. И только в церкви Христовой во имя Его Иисуса Христа в память Его страданий хлеб преломляется и вино раздается, и это есть тело и кровь Его, искупившая нас. Это святыня для церкви, это исполняется и будет исполняться до дня, когда Христос придет. И вот важно войти. И вы знаете, кирпичика у Иисуса Христа лишнего в Его здания нету. Вы знаете, Он чудный строитель, Он строит. И Он всех подбирает туда, куда Ему надо. Он Дух Святой. И когда последний кирпичик Он в свое здание вложит, при гласе Архангела, при трубе Господней, церковь будет поднята навстречу на облаках. Войти в церковь, удалив все препятствия. Знаете, в это время, оно уже длится время пандемии, время переживаний. Я радуюсь тому и не могу переоценить, ни в коем случае не могу переоценить церковь, которую мы имеем. Это Дом Божий, куда мы можем прибегать, где мы можем находить утешение, где мы можем находить покой, сопереживание, находить радость во Христе Иисусе. Если даже самое страшное, что может случиться, это смерть, она не страшит детей Божьих, потому что это и есть переход от жизни в жизнь вечную. Дорогие братья и сестры, перед нами будет молитва. У меня вопрос. ко всем ответьте. Только не громко. В тишине, но ответьте. Можешь сказать, Господь Иисус Христос, я люблю тебя. Скажи. Господь Иисус Христос, ты знаешь, я люблю тебя. Скажи. Дорогие братья и сестры, второй вопрос, ответьте. Можешь сказать, Господь Иисус Христос, я люблю твою церковь. скажи. Господь Иисус Христос, ты знаешь, я люблю твою церковь. И вот для таковых Христос предложит сегодня святыню. Он скажет, это тело мое, за тебя я отдал. эта кровь моя я за тебя отдал, ее мыло чистил тебя и назвал дитем своим и веду тебя и будь послушен мне, я добеду тебя до вечности. Во все века до вечности и в вечности. Для чего создал Господь церковь на земле? Мы можем несколько ответов дать. Позвольте мне один для прославления Бога на земле. В Священном Писании записан прекрасный стих «Ему слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Дорогая церковь, у нас сейчас будет молитва. Позвольте мне предложить несколько необычную молитву. Сейчас нам предложат гимн молитвенный. Мы будем его все петь. Только я бы предложил, чтобы в этом гимне это была молитва. Молитва это каждое слово я произношу разумом своим и сердцем своим пред Богом открываю. Нам предложат гимн «Люблю Господь твой дом». Церковь дорогая встанет пред Господом нашим. И пусть эти слова гимна они будут молитвой. моего и твоего сердца обдуманной пред Господом. И Господь добудет для нас в этом благословение. «Люблю, Господь, твой дом» «Люблю, Господь, твой дом» «Люблю, Господь, из людей» «Искуплены и снов» «Люблю я церковь» «Искуплены» «Люблю» «Люблю». «Люблюй, Господь, я церкат Твоя бласть» Ты, как зрачок лучистый класс гранишь ее порой, 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 В мольбах своих я рады тебе всегда. Общение любых с ней, Ты, как зрачок лучистый класс гранишь ее порой, Ты, как зрачок лучистый класс гранишь ее порой, Если Security тяжести Труда И крест ее скорбей, Я знаю разделу С ней Свахсервисом я рады тебе Субтитры создавал DimaTorzok 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 И Духу Святому Славится Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Субтитры создавал DimaTorzok